На рабочем столе карта снегозапасов на территории республики. Красным цветом обозначены районы, где снега насыпало больше всего. В этой зоне вся алмазная провинция. Норма, говорят гидрологи, превышена незначительно. Зато в соседней Иркутской области снега хватит на всех. Осадка выпала до 180%. Теперь остается ждать весну. От того, насколько она стремительна, зависит паводковая обстановка в регионе. Нам необходима такая умеренно теплая весна, чтобы было без резких колебаний, либо морозов, либо экстремально теплой температуры. У нас и снег подтает, который может принести тоже большое количество воды. Соответственно, лед будет подготавливаться к вскрытию. Из монолитной формы будет превращаться в игольчатые формы. И еще будет подмываться нижняя граница льда, что будет действовать на уменьшение ее. Но стремительную весну и не обещают. В первой декаде апреля ночью стабильно до минус 20. Плюс днем ждут только во второй половине месяца. Вместе с ним придут и осадки. Как они повлияют на общую картину, пока неизвестно. Лед в этом году толще. Местами до 30 сантиметров. Горожане делают свои прогнозы. Ну, да вроде бы должно пройти. Мне кажется, так. Снегу много нынче, смотрю. А это... Ну, лед-то я не знаю, какой объем льда. Может, пройдет, ничего. Слезят за рекой по народным приметам и по количеству снега. Постоянный народный мониторинг для личного успокоения. Ленчане почти забыли два наводнения в начале 2000-х. Город надежно защищен дамбой. У нас все хорошо укреплено. Вся дамба и все. Я знаю, что на всех предприятиях ведется работа по подготовке к этому. И, в общем-то, и в администрации сдается штаб. Поэтому я не переживаю. Такая уверенность оправдана. Нидрозащита еще ни разу не подвела. В апреле вновь сделают ревизию водопропускных сооружений, и город встретит предоход в надежном укреплении. Переживать нашим жителям нет повода, потому что дамба уже подтвердила свою необходимость и свое обеспечение. Это, по-моему, был, насколько мне не изменяет память, 2009 год, когда вода подошла к критическим уровням. И дамба сдержала этот натиск. То есть она уже свою функцию выполнила и доказала. В каких числах ждать ледоход этой весной, расскажут специалисты отдела гидропрогнозов республиканского управления во второй декаде апреля. Они сформируют предварительные прогнозы вскрытия рек.